Добрый день, дорогие друзья! Вы знаете, иногда я смотрю, вот у меня есть к нашему телевизору приставка, мне сын сделал такую приставку, в общем, подключаешь, и все российские каналы, их больше там 150, наверное, я смотрю, и, конечно же, так как я русский язык понимаю, то они для меня, в общем-то, понятны и близки. И я вот смотрю, очень часто, значит, люди и в Казахстане, и вообще в других странах, многие, кто может себе позволить, отдыхают час, стараются ездить куда-то за границу, в Турцию, в Египет, на Бали, на остров и так далее. Мало того, они там себе недвижимость уже покупают. И раньше, помните, когда у нас границы были закрыты, мы не могли никуда выезжать, мы могли только, например, позволить себе отдых где-то у себя. И я вспомнилась вместе с этим, что несмотря на то, что были те не очень, в общем, годы такие материально обеспеченные, что ли, хотя мы с мужем оба работали, оба закончили вузы, работали. И все-таки я вспомнила, что очень часто мы отдыхали, во-первых, на озере Иссык-Куль в Киргизии, потом, значит, я вспомнила, что я на Черном море была. Тогда не каждая, не каждая семья могла себе позволить отдыхать на Черном море. И даже я про это вспомнила. Значит, тогда, в те годы, люди, которые столкнулись с этим, они, конечно, подтвердят и согласятся со мной, что в Советском Союзе тогда, значит, это была вторая половина прошлого века, и было очень много всяких обществ. Общества борьбы, например, с алкоголизмом, там общество алкоголиков, там еще всяких. И в том числе было общество знания. Ну мы как, участие какое? Вот я, например, была это общество знаний, я состояла в этом, значит, особого я там никакой пользы не принесла, может быть. Единственная от меня была польза, что я взносы в это общество. Регулярно платила эти взносы. Заплатишь, мне такую марочку давали, что я заплатила. И каково же было мое удивление, когда в один год, это был этот, по-моему, 79-й год, мне, значит, пришло извещение, что меня общество это, значит, награждает путевкой по линии, по линии, значит, общества знаний, меня, значит, наградили путевкой на Черном море. Тогда это, значит, в Адлере, по-моему, это был аэропорт, а отдыхала я в Гаграх. Я помню, это было семиэтажное здание, большой пансионат такой. И я туда, в общем, полетела. Полетела, отдыхала, на Черном море купалась, короче, это был какой-то, вы знаете, по тем временам, для меня это был такой рай, рай прямо на земле, что я вот на Черном море, в водах Черного моря купалась, и в Гаграх, конечно, там я помню. Что мне запомнилось, что, во-первых, чисто очень было, очень красиво было, и еще мне запомнилось, улицы все были засажены лавровыми деревьями. И я удивлялась, ну как это так, почему в городе вообще мух нету? Мне объяснили, что, оказывается, это дерево, в общем, оно обладает антисептическими этими, в общем, аромат выделяет, и поэтому, в общем, эти мухи не водятся, потому что вот от этого лавра. Вот так идешь, и прямо листочки можно было срывать. Но хочу сказать, что когда я там отдыхала, я там, значит, при этом пансионате сразу медицинские услуги оказывали, причем это все тоже было бесплатно, все, это физиокабинеты были, это были массажи всевозможные, вот, и, конечно, я тогда уже в те годы уже я страдала, у меня были головокружения, и попала я, значит, на массаж. Вот это ощущение после первого массажа я никогда не забуду. Вы знаете, когда я первый раз попала, я, значит, сказала, что у меня вот головокружение, что у меня тошнота, вот такая болезнь у меня, она мне сделала вот этот массаж на голову, на шею, и я помню, вот до сих пор я это ощущение помню, я вышла от нее, как будто мне голову мою заменили и поставили мне другую голову. Вот такое было прямо свежесть какая-то, прям как будто воздух через мою черепную коробку прямо гуляет, вы знаете, вот такое было мое ощущение. Ну, в общем, я там полечилась, физиолечение всякое там проходило. И когда я, значит, загорала на берегу этого Черного моря в Гаграх, я себе дала, в общем, такое слово, думаю, ну, почему я тут отдыхаю, а почему мои дети, они не отдыхают со мной? Как? Я же должна им показать. Вернулась я домой, и весь год посвятила тому, что я, в общем, собирала, во-первых, мы с мужем собирали деньги, чтобы повезти детей на Черное море. И через год ровно, уже наступил, по-моему, уже 80-й год, мы поехали, полетели, вернее, на Черное море, опять в Гаграх мы отдыхали, но там уже, конечно, все это было за наш счет, потому что мне путевки никто не давал, наняли, значит, частную квартиру. Да, дикарями поехали, в общем, ходили сами на пляж, и все эти занимали там очереди и так далее, и так далее. Там частным образом квартиры сдавались, что-то готовили, ходили, питались и так далее. Но дети мои, конечно, были очень довольны. Расскажи про первую вот эту, вот мы, я помню, мы только приземлились, с детьми только вот из самолета вышли, а там уже вот эти хозяйки, вы знаете, которые сдают эти квартиры, они прямо вот, конкуренция у них, кто первые, значит, этих квартирантов себе схватит, схватила наши чемоданы и поперла, куда, не знаю, мы за ней бегом, и не знаем, куда она нас, да, тащит. Она даже не спрашивает, хотим мы к ней, не хотим мы. Короче, вот это нам очень запомнилось. Ну, поселились мы, приехали, там у нее такой двор большой, двухэтажные вот такие строения, и везде вот так комнатки, комнатки, комнатки. Ну, они, собственно, этим и живут, сдают эти комнатки, да, поселились, стирают там и так далее. Иногда даже некоторые питались там у нее, у этой хозяйки. Но, в общем, мы у нее поселились. По-моему, мы ночь переночевали, и потом мы пошли уже, не очень понравилось, мы пошли дальше по городу искать. Нашли, в общем, съехали от нее. Она была очень возмущена тем, что мы вот постель ее запачкали там и сразу съезжаем от нее. Ну, в общем, съехали. Съехали и к другой хозяйке поселились. Там у той хозяйки, ну, чуть получше были условия, конечно. И весь отпуск мы, по-моему, там у нее и провели. Отдохнули мы там несколько дней. И детям, конечно, нравилось очень. И мне из этого запомнилось, значит, вот такой случай мне запомнился. Дети мои плещутся, вот так буквально я на берегу сижу, а там, если не дадут мне соврать, женщины, мужчины, в общем, все в Гаграх, там песка как такового нет. Там вот такие камни, валуны. И мы, значит, берем вот эти, как они, кушетки, в общем, называются, лежаки, значит, заплатишь, берешь лежак и там, в общем, загораешь. Я лежу на лежаке или сижу, вяжу, как обычно, а дети мои, значит, вот тут море у берега это плавают, плещутся, веселятся, загорели, как чертенята. Я-то сидела под этим, чтобы сильно не загорать. Ну, и когда я так вяжу, одним глазом на детей смотрю, чтобы, не дай бог, там не случилось чего. И, значит, на весь пляж, конечно, я это лишний раз не вставала, а прямо вот в место кричала «Кира, Коля!» Через некоторое время опять «Кира, Коля!» Или там услышу, увижу, что Коля куда-то отошел. «Коля!» И, значит, видать, я так надоела своим вот этим криком. А рядом со мной лежали, значит, отдыхали муж с женой, уже пожилые, пожилые такие, уже лет за 50. И, наверное, мой голос звонки так им надоел. И они мне, в общем, стали со мной скандалить. Сделали мне замечание, вы уже нас оглушили, вы тут не одна на пляже отдыхаете. Почему вы... А там у них все вот так друг к другу? Да, места не было, да. И, конечно же, я вот когда кричала, я, конечно, удобства какие-то доставляла соседям. Я так разозлилась на них, что они мне... Я-то, в общем, из добрых побуждений, я же за своими детьми смотрю, чтобы они у меня не утонули. А они мне вот такое, значит, и причем так в грубой форме мне замечание сделали. Но я тоже в карман за словом не полезла. Я с ними тоже ругалась. И я помню это, как я им сказала. Ну, видать... Вот последние мои слова были. Ну, видать, Бог вас детьми не наградил. Коля, вы вот такие замечания делаете. И помню, они оба так сразу замолчали. Ну, мам, ну зачем ты так вот говорила? Неудобно так. Ужас. Ну, а они меня тоже достали. И мне так неудобно стало. Ты же не перененовала. В точку, наверное, я попала. Наверное, я что-то их сильно задела. Ну, короче, я после этого стала меньше, конечно, кричать. Они мне перестали... Они приехали на отдых в школьной веке. Замечать. Коля, кида. Ужас. Я бы тоже возмутилась. Кошмар. Нет, а я считаю, что я ничего плохого не делала. Я стояла на страже своих детей. Вот так. Но мне этот случай, конечно, очень запомнился. И мне, да, и стыдно мне, конечно, что я вот так вот... Последние мои слова были вот такие. Не надо было, конечно, так. Простите меня, конечно, их уже, наверное, в живых нет. Потому что я тогда была молодая. Это было мне 38, может, лет. А они уже были... В 80-м. В 80-м, конечно, это было мне 38 лет, точно. Вот. Вот так мы там отдыхали. Потом, значит, мне вспоминается, конечно, вот такой случай. В один из дней к нам во двор приехала молодая семья, молодая пара. Значит, муж с женой, молодые. И они у меня вот, вы знаете, в глазах у меня стоят. И когда мы вот иногда вспоминаем, и дочь моя тоже говорит. Он такой был высокий, рыжеватый вот такой. Даже лицо, по-моему, в конопушках было. А она вот чисто француженка. Лицо такое утонченное, черненькое, волосы черные. И сама черты лица у нее такие вот, как француженка, красивая была. И вот его звали, как сейчас помню, Василий. А она вот, по-моему, Елена. Ну, может быть, я путаю. Елена. Ладно. И вы знаете, мы так с ними подружились. И самое главное, что меня в них поразило, они до чего моих детей полюбили. Вот куда они не пойдут, за ручки хватали моих детей. И я спокойно отпускала. Шли за мороженым там куда-то, шли куда-то еще где-то что-то посмотреть. Я могла дома остаться, да, и их отпускать. И они так полюбили моих детей. А матери что нужно? Конечно, матери мне было приятно, что моих детей любят. И, значит, они нам такую историю рассказали. Оказывается, она врач. Он пришел к ней на прием. Он был милиционер. А он был милиционер или следователь. Ну, в общем, с погонами. И он пришел к ней на прием. Они познакомились. И он потом, она ему до чего понравилась, он стал к ней ходить и больной, и здоровый. Короче, надоедал ей, надоедал, пока она не сдалась. Они поженились. И они нам рассказали, вот они в ту ночь, когда они прилетели в Адлер, они сбежали своей собственной свадьбы. Там гости, говорит, вовсю гуляют, пляшут. А мы потихоньку взялись за ручки. Давай сбежим от них. Давай. И побежали, говорит. Они жили в Москве. Да, они москвичи были, да. И я не знаю, я не буду вдаваться в подробности, были ли у них заранее куплены билеты, или, может, они так все распланировали. Ну, короче, сбежали со свадьбы. Гости гуляют, а они со свадьбы сбежали. И прилетели на Черное море. Вот. Потом у нас было очень много фотографий. И, значит, есть фотография, конечно, в Казахстане все там осталось. Они, значит, стоят вот так по краям. В срединке мои дети, а за детьми я стою. Мои дети черные-черные. В трусах стоят. Но я-то все равно скрывалась. Я все равно как-то старалась как-то скрываться. А дети мои... И я эту фотографию назвала. А, да, я забыла сказать, что они фотографировали. Потом, когда они в Москву вернулись, они, значит, проявили эту пленку, напечатали, и нам прислали в Казахстан эти фотографии. И когда я первый раз увидела эту фотографию, я ее обозвала таким образом. Миклуха Маклай и папуасы. Да? Я говорю, боже мой, они такие европейцы, красивые. А мои дети такие маленькие, черные такие. И я с ними. Я сразу говорю, Миклуха Маклай и папуасы. Вот. Дорогие Василий и Елена, если вы живы-здоровы, да. Вот жаль, что я фамилию не знаю. Но, наверное, они, если услышат, вспомнят, что они отдыхали, что была такая семья. Вечерная кореянка с двумя папуасами. С двумя папуасами, да. То я вам огромный привет и огромная благодарность вам, конечно. Да, они нам отправляли. Вот. Василий и Елена, вам сейчас я привет шлю из Южной Кореи. Мы сейчас живы в Южной Корее. А вообще-то жили, конечно, в Казахстане. Нет, правда, кто-то знает или не знает? Да, ну, может быть. Потому что вот такой случай, что молодожены сбежали со свадьбы, но это же не каждый день. Еще с какими-то корейскими детьми. Да, да, вот. Может быть, даже фотографии сохранились у них, я так думаю. Вот такой был случай, я вспоминаю. Вот. Мне, конечно, было приятно. Потом мы, живя там, мы, конечно, часто с этой семьей на экскурсии ездили то в один город, то в другой город. И все время мы с ними дружили, понимаете, все время. Вот так мы дружили, да, в парк ходили все время. Скажи вам про вот эту Пицунду. Да, мы поехали однажды на экскурсию, в общем, в город Пицунду, и для нас прям мы такими широко открытыми глазами на все смотрели, все нам было интересно. И однажды мы в какой-то магазин, в общем, стали заходить. Дети, значит, впереди меня, а я позади. Василий с Еленой, я уже не помню, где. Нет, не было. А, мы сами поехали. А может, они уже зашли, я не знаю, короче. И из магазина выходит женщина молодая, в шляпе такая симпатичная вся. И она не молодая тогда была. Кинулся, значит, эту мелочь подбирать, подобрал, подобрал, значит, собрал и принес ей, стал отдавать. Она его благодарит, прямо обняла его за плечи, чуть ли не поцеловала. И это, и я в ней узнала, вы знаете, когда я, мы поближе уже стали вот так вот, когда уже мелочь стала он, значит, отдавать ей. Я в ней узнала актрису знаменитую. Это была Людмила Шагалова. На то время она была знаменитой очень актрисой. Сейчас, конечно, ее, наверное, уже нет в живых. Она стала говорить, ой, это же Людмила Шагалова, это Людмила Шагалова. Да, да, для меня это было так интересно. А в то время, конечно, все знаменитости там отдыхали. Именно в Питсунде они. В Питсунде они, в Гаграх много их было, много было. Вот, вот такой я случай вспомнила. Потом, значит, я помню, что в обезьяне питомник мы ездили. В общем, было много интересного, конечно. И я хочу сказать, что я, конечно, все силы приложила, чтобы детей вывезти. И, наверное, дети мои тоже, конечно, мне благодарны за это. А сколько раз мы на Иссыкуль ездили, это вообще не перечесть, конечно. Вот, это отдельная тема. Ну, Иссыкуль, это и есть Иссыкуль. Вот, вот такие мне вещи вспомнились. Конечно, сейчас, чтобы поехать на Черное море, бесплатно вам никто, наверное, ничего не даст, никаких путевок не даст. Это все нужно, за все нужно платить. Вот. Хочу сказать, что это не всем сейчас доступно. Вот. И вот такие, ну, наверное, старость моя о многом говорит. Я вот лежу, вспоминаю. Иногда вот такие вещи вспоминаются. Вот. Если было вам интересно, я буду рада, что я поделилась с вами вот с такими мыслями. Вот. Ну, поделитесь, расскажите. А, я забыла еще сказать, что однажды Василий и Елена были так расстроены. Вот это я забыла сказать. Оказывается, Василий потерял свое служебное удостоверение. А, может, вот он услышит и вспомнит. Да, потерял свое удостоверение. А для офицера потерять это служебное удостоверение – это прямо такой великий грех. Я тогда только узнала, я еще не знал. Я не помню. А потом он что, нашел? А потом они как-то нашли каким-то образом куда-то он, в общем, я не знаю. Но они весь день ходили такие расстроенные. Это было для него прямо смерти подобно, что потерять вот это удостоверение. Вот. Но потом, правда, все обошлось, они все нашли. Может, этот случай поможет, они откликнутся. Вот такие мне случаи вспоминаются. Вот и все, что я хотела, чем я хотела с вами поделиться, дорогие друзья. Напишите нам, что вы об этом думаете. Может, кто-то сейчас ездит на Черном море. Да, пока-пока, да, пока-пока. Пишите, делитесь.